Культурнообразовательный центр универсум представляет Древний календарь кыргызов Сегодня мы поговорим о нем А заодно выучим несколько выражений времени А также диалог на тему покупки Итак, сегодня в передаче Устойчивые выражения из повседневной жизни Кыргызстанга-кошки-линистер Приключения иностранцев в Кыргызстане Казахстанг-дюнистер Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана Интересные факты из Кыргызстана и культуры Окей . А С, Д, У, Ю, Ф, Х, Ц, Ч, Ша, Ша, Аджирату белгиси, Д, Чумшату белгиси, Э, Ю, Я. Ка, Курчак, Калкан, Кылгийак. При разговоре о времени используется три вспомогательных глагола «болду», «этты», «калды». Болду указывает на точное время. Болду indicates the exact time. Например, саат ханча волду. Который час? Саат ханча волду. Саат ханча волду. Саат уныки волду. Двенадцать часов. Саат уныки волду. Саат уныки волду. Этты дословно переводится как «прошло» и указывает на пройденное время. При этом к числам, указывающим час, присоединяется аффикс исходного падежа «дан» с его фонетическими вариантами. Этты can be literally translated as «паст» and indicates past time. We add to the numbers showing the hour, the ablative case suffix «дан» with its phonetic variations. It is fifteen minutes past twelve. A quarter past twelve. Слово «половина» по-кыргызски будет «джарым». The word half in kyrgyz is «джарым». Половина первого. Half past twelve. Калды дословно переводится как «осталось» и указывает на оставшееся время до определенного часа. При этом к числам, указывающим час, присоединяется аффикс дательного падежа «га» с его фонетическими вариантами. «Калды» can literally be translated as «left» and indicates time remaining before a certain hour. In this case, we add to the number denoting the hour, the dative case suffix «га» with its phonetic variations. It's fifteen minutes to one, a quarter to one. My watch is not right. My watch is fast. My watch is slow. When should I come? When should I come? Now. Early. Early. Late. In the morning. Before noon. At noon. Midday. D substances. Daytime. 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 in the afternoon. Daytime. Daytime. Black禮. Winter pasa White. Daytime. 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 No one time. Сколько времен это будет продолжаться? Был канча уақытқа созылат? Бер саат, один час. One hour. Бер саат. Мурдау гүні, позавчера. The day before yesterday. Мурдау гүні. Гече, вчера. Yesterday. Гече. Бүгін, сегодня. Today. Бүгін. Эртен, завтра. Tomorrow. Эртен. Бүрсүүүні, послезавтра. The day after tomorrow. Бүрсүүүні. Бүгін жуманың қайсы гүні. Сегодня, какой день неделе? What day is it? Бүгін жуманың қайсы гүні. Бүгін айдың қан часы? Какое сегодня число? What is the date today? Бүгін айдың қан часы? Өткүүн, ушел, гелер кеджілі. Прошлым, әтім, следущим году. Last. This. Next year. Өткүүн, ушел, гелер кеджілі. Гечікпеңіз. Не апаздывайте. Don't be late. Гечікпеңіз. Мен уағында келем. Я бұдып овремен. I'll be on time. Мен уағында келем. Өткүүн, ушел, әтім, үлкіл. Ота қза, саламат с тезбы. Өткүң. Наша семья хотела бы пригласить вас в гости. Our family would like to invite you to our house. On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, we are at work. Will you be free on Saturday or Sunday? On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, we are at work. This weekend and the coming weeks, I'm going to be at work from morning to evening. I think the weekend would be more suitable. What time will the guests gather? What time will the guests gather? They can come by 7 o'clock. 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 I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Я иду в гости. По кыргызской традиции в гости с пустыми руками не ходят, и мне хотелось бы к столу преподнести гостинцы овощи и фрукты. Мои друзья меня пригласили к их месту. В зависимости от кыргызской традиции, это не acceptable, чтобы приедать в гости с пустыми руками. Я бы хотел купить какие-то фрукты и в гости. Сколько стоят эти яблоки груши? Сколько стоят эти яблоки груши? Груши по 180 сон, яблоки по 75 сон. Груши по 180 сон, и в гости сон 75 сон. Груши по 180 сон, яблоки по 75 сон. Выберите, пожалуйста, те, что побольше. Выберите, пожалуйста, те, что побольше. Сколько килограммов вы будете брать? Сколько килограммов вы будете брать? Груши по 1 кг. Яблоки по 2 кг. 1 кг. of pears and two kilos of apples how much should I pay how much are the nuts dried apricots and raisins dried apricots are 300 some raisins are 350 and nuts are 450 or a fish is that may be fish is a little than janitor is a little bullet from which is a ground means then general kilogram thought to be recipe bullet from which is a ground means then general kilogram thought to be recipe of the city but last at least a ground courage a pull kilogram is you know could you give me 300 grams of the dried apricots and a half kilo of the raisins please you 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 и создавали свои формы измерять время. Поскольку одним из основных промыслов у кыргызов была охота, они создали своеобразный охотничий календарь, назвав месяцы в честь животных, а именно потомков священной покровительницы диких жвачных животных – Кайберин. Новый год у кыргызов начинался с приходом весны. Первый месяц именуется Джалган-Куран или Авал-Куран или Джан-Куран. По одной версии соответствует марту, по другой – февралю. Самца косули или джайрана кыргызи называли Куран. Возможно, употребление слова Джалган, что означает ложный, было связано с тем, что в этот период самцы сбрасывали рога и завидевший их охотник мог сомневаться, встречал ли он их раньше или нет. А также, потому что в этот период было трудно определить, носит ли самка косули под сердцем детеныша или нет. Второй месяц – это Чин-Куран, месяц истинного самца косули. В этот период уже можно было определить, ждет ли стадо косоль прибавления в семействе. Второй месяц – это Чин-Куран, означает true male row. Бугу – месяц оленя. В этот период в лесу особенно громко разносился рев оленя. Бугу – the deer month. В этот период, the voice of the deer resounded loudly throughout the forest. Кулджа – месяц взрослого горного барана-самца. В этот период его стадо давало приплод. Теке – месяц козерога. В этот период самец козерога поднимался на высокие скалы, чтобы определить температуру окружающей среды. Поскольку детеныши козерогов обладают тонкой шерсткой и не защищены от холодов высокогорья, их раннее рождение было неблагоприятным. Теке – the month of the ibex, or the wild mountain goat. In this period, the male ibex climbed the highest rocks to detect the temperature of the environment. As long as the calves of the ibex had delicate hair, they are not protected against the cold winds of highlands. Their premature birth would have been dangerous. Баш-ууна и Ая-ууна – это месяцы начала и окончания гона у многих парнокопытных. Баш-ууна, or Ая-кууна, are the months at the beginning and end of the cloveon-hoved animal breeding season. Названия остальных месяцев – тугуздунае, джетянинае, бештинайе, úчтынае и бердинайе Кыргызы связались с числами, которые, по их поверью, обладали мистическим значением. Этими числами были 9, 7, 5, 3 и 1. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok